коричневый даст нам сложный цвет потом оранжевым немножечко подкрутимся вот здесь такой нимбик создадим и на этом фоне уже будет все белила нужны, но не до такой степени в первую очередь сиреневила 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 а в них уже коричневый и будет вот такой сложный цвет который нас и интересует можешь мигать то в пользу коричневого то в пользу розового, то в пользу синего пусть немножечко будет мигательно хорошо? давай так более плотно, более темно оранжевости положим в центр центр оранжевости немножечко создадим вот это настроение цвета мастихином расштриховывать здесь не обязательно вот то что ты начала делать нам даже и не нужно здесь то количество краски о котором я говорил в соседней работе здесь можно обойтись и этим количеством после этого ты возьмешь мастихин ну когда наберешь возьмешь мастихин возьмешь коричневый, голубой и наберешь каркас зеленого цвета коричневый, голубой зеленый цвет в тени вот этот каркас зеленого вот таким штриховательным баловством добавишь коричневого себе штриховательным баловством наберешь, наберешь, наберешь в том числе наберешь и предмет кувшин наберешь, наберешь, наберешь сразу наштриховывая по по цилиндру ну чтобы он уже круглился это у нас круглиться не будет это будет цветами так хламнично набрано хламнично а это будет круглиться кувшинчик будет круглиться и у нас уже появится некое проявление бреда немножечко голубой розовый швырнешь сюда тоже обозначишь идею идею лежачей плоскости немножко пальцем поможешь ей лечь крупными тряпочными укладками в таком ключе наберешь потом возьмешь и добудешь идею цветков вот таким вырезанием потом вот таким подтиранием подотрешь до сухого холста и начнешь набирать цветки сначала теневым цветом вот этим синеватым синеватым потом все более светлым белым и даже рыжим разбеленным рыжим вот таким вот образом наберешь цветочки цветочки это будет первый набор потом будем и с ним работать хорошо давай значит пока никак не выразится свет тень это основная проблема когда мы рисуем подобные вещи и не только ты а подряд все не справляются с идеей света и тени ну вот на примере вот этого товарища давай посмотрим у него есть теневая часть внятная теневая и внятная световая теневая внятно голубит цветовая несколько оранжевит за счет вот этого кадмия красного светлого для начала потом потом плюс желтота посмотри я внятно разделяю на свет и тень почти трафаретно почти трафаретное разделение осуществил света и тени у меня одна часть в тени другая часть внятно на свету все что в тени будет не равно световой вот это темный несмотря на то что здесь он кажется светлым смотрим он темный то есть все что в тени сохраняет тенистое звучание не не равное этому а на свету теперь еще и с густотой несколько с густотой создаем эффект множества в том числе и с идеей ребер листьев ребер здесь они почти все плашмя а здесь они ребристые создаем и эту идею и так самое главное что у нас должно появиться это внятная свет тени именно это мешает не дает неопытность в решении света и тени или невнимание и тени не дает решить задачу культурно и легко хорошо внятный свет тень вот здесь невнятный а там есть вот здесь немножко я потрудился здесь внятный здесь невнятный усилить свет утемни тень тень у нас несколько голубит сиреневит да вот появился свет тени сразу как-то ну и в пространстве предыдущие задачки легче а тут прямо простая задача а ты упырлась ну давай опять же вот как на примере этого он очень непростой потому что прямо фас смотрит на нас суре каким я чистеньким цветиком обновляю это дело вот добавляю туда чистюлечку светика прямо постарайся собезьянничать характер движения ага 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 суре Если что, можно с краев домоделировать. И тут еще один важный компонент будет, это вот эта чернота зелени в самых тенистых местах. Ее тоже покажем, потому что она сразу даст очень эффектные контрасты, которых без этих контрастов чуть не хватает. Такую давленную краску туда закладываем. И чтобы не было слишком мрачно от этой зелени, чуть-чуть сразу подбросим зеленотиков и нарядных. Туда-сюда подбросим и нарядных зеленотиков. Хорошо? Угу. Так, из-под теневой свет есть. Можно усилить сначала тенистое звучание и потом туда подогнать. Вырезанный характер такой светлого. Чтобы он прям подрезал эту темноту своей светлостью. Зазвучало, да? Сразу воздух, уход туда произошел. Ага. Здесь чуть-чуть подбремя наметим розовинку. А может, на прозрачной сделать стеклянную? Сейчас, сейчас, сейчас. Ааа. Стеклянную можно сделать и там это будет. Ну давай, ноги, давайте. Может быть, не прописнее. Хорошо, давай. С ногами этих растений. Вполне. Если речь идет о стекле, то тогда мутное, поддержанное бликом. И небольшими рефлексами света. Вот так обычно звучит стекло. Чуть. Да? Да, да. Ну, что-то сбреешь, если что. Не-не-не. Хорошо, хорошо. Пусть световых пятен так и не произошло. Нет цельности. Очень много теневых и световых. Смотри, какое у меня цельное световое озеро. Это цельное световое озеро. Посмотри, сколько капошни. Да. А там, допустим, у этого цветка. Сейчас, помнишь, какой он был? Там главное, что вот это свет. 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 А все остальное у него спряталось в тень. И вся теневая намного смуглее серединки. Она прямо ее оформляет. Причем цветом. Не какой, а цветом оформляет. Вот какая идея этого цвета. Внятный свет, внятные теневые. И так везде. Без четкого разделения на свет и тень не будет вкусной живописи. Форма лепится светом и тенью. Вот я хоть и подсунул темнотиков, но все равно цельность света сохраню. Ну, а теперь добавляем деликатно. Не в полную силу белого. Не в полную силу белого. Добавляем вот эти ребрышки. Все равно сохраняется цельный. Вот и здесь нужен цельный. Ладно? А вот здесь как-то сложно. Но для начала он цельный. Для начала он очень цельный. Сначала создаю эту идею цельного. От общего участка. Да. Потом в него чуть-чуть. Чуть-чуть. Ну, он цельный. Смотри, он сразу засиял. То же самое и здесь. А уж здесь так и подавно. Смотри, какое светлое пятно. Его вообще даже пальцами бессмысленно делать. Его нужно сразу положить. Сразу положить. Вот такой силой светлого. И немножко к нему тенистых бочков. Понимаешь? Понимаю. Понимаю. У вас получается. Смотри. Вот прямо такой сиятельный. Прямо съели разницей на свет тень. Съели разницей. Засиял. Потом мы в конце можем себе позволить немножко еще и вот таких действий. В конце. Каких-то мелочёвочек. Мастихиновые звуки будут как бы более сиятельны, более глянцевы. Вот какие-то мазочки. Будут у нас дополнены мазочками. Вот такими. Посмотри, какая тональная внятность. И невнятность. И невнятность. Давай так. Почему художники опытные пишут с натуры? Зачем оно им надо? Они все уже по идее могут. Нет. Это по идее должно быть в пространстве. Относительно других предметов. И не Господь Бог художник, чтобы это мочь на щелчок делать. При том, что мы и здесь исповедуем идею света из-под теневой верхних. Но по отношению к этому пятно, это теневое пятно. Логично? Логично. Я же точно. Можно более внимательно смотреться в этот набор звуков, который рассказывает о рисунке. А можно сделать такую имитацию. Ну, я не знаю, удастся ли здесь смотреться, что там нарисовано. Можно создать имитацию этих пятен. Соответственно, сюда от него метнулась теневая. Здесь теневая. То есть, пока мы стекло имели, это было одно. А как только мы имеем дело с плотным предметом, уже другой срабатывает мотив. Я бы чуть-чуть дал бы вот такой светик. Вот такой светик кое-где мерцнул бы им. Я бы хотел, как будто бы я тут стою. Я бы хотел. Эту-то, я бы хотел. Я бы хотел. Нет. Они я бы хотел. Ух has. Готовый, я бы хотел. Да. Вей. Его была. Если бы я хотел. Вы съемка. Я бы хотел. Ни раз. Ни раз. Мы slog. Ты был. Теневая. хорошие звуки очень хорошие здесь не хватает цельности теневому пятну листьев не хватило цельности собранности в некое целое согласно да слишком она уж была раздробленная для нарочитой тенистости этого места притом даже если там появится звучит светлого он появится не нарушая цельности тенистого пятна то есть если прищурить глаз мы почти не видим разницы тональной вот здесь прищурив глаз мы видим внятную тональную разницу но здесь как раз все уместно то есть на цвету одни проявления в тени другие также просится на это же и вот этот тенистая история и даже листик есть в этом логика давно цельной цельной е произошло ты сделала вытянутыми они же там распахнуты наврухала и и это сразу их сделала чужими ну то есть это другие цвета это не не пионы то есть они блюдцами а не а не торчалками такими смотри будучи прижатыми они сразу сели на свое место сангланов 10 кафе то есть вот тот свет которого тебе не хватало и ты там искала его искала относительно оранжевого сразу произойдет потому что именно оранжевый звучало выявит фиолетовость согласно да вот что-то такое можно даже немножко этим цветком пожертвовать чтобы тот цветок занял свою нишу но вместо торчачьего прижимистый тоже хочет быть странным то есть такая идея все-таки идея блюдца теневой нет вообще нет теневой смотрите ну сразу цветок на цветок стал по коже но и белый там же не чисто белый и красиво что там он не чисто белый красиво а то они все у нас слишком крикуны вот здесь рыжунечку видишь смотри как с рыжунечкой